Здравствуйте! Этот сюжет мы запланировали давно. Несколько раз садились за текст, пытались снять, но, если честно, не выходил каменный цветок у Данилы Мастера. То сюжет получался похожим на фильм ужасов. Не подходите, не трогайте, не нюхайте, то наоборот, слишком веселый и легкомысленный. А тема очень интересная. Тема «Ядовитые растения». Плохая новость. Большая часть растений, которые нас окружают, ядовиты. Это касается не только тех растений, которые растут в лесах, лугах или на пустырях, но и в парках, скверах и даже на наших участках. Да, мы садовый центр Европлант, находящийся в деревне Порошкино, продаем растения, которые содержат в себе токсины и являются ядовитыми. Сказала. Звучит как чистосердечное признание на допросе. Но есть хорошая новость. Токсины находятся в небольших дозах. И чтобы отравиться, нужно съесть очень и очень много. А как правило, такие растения крайне неприятны на вкус. Мы решили составить небольшой хит-парад самых ядовитых растений, встречающихся в наших садах. А уж избегать их или быть осторожными – это решать вам. Итак, пятерка самых прекрасных и самых опасных растений. Пятое место мы отдали эффектному растению, которое украшает наши участки до самых заморозков – клещевине. Увидев однажды клещевину, или как ее еще у нас называют турецкой коноплей, забыть ее практически невозможно. Это растение принесет кусочек южного колорита в ваш сад. Посмотрите, она чем-то напоминает пальму или какое-то красивое тропическое растение. Родом это растение из Африки и у себя на родине достигает десяти метров. Наши морозы ей не пережить, поэтому мы выращиваем ее как однолетник. На десять метров рассчитывать не приходится, но и трех метров более чем достаточно. Клещевина не требовательна в уходе. Единственное, в чем она нуждается – это в регулярном и интенсивном поливе. Широкое применение клещевина получила в медицине. Ее используют при создании кастрового масла, мази вишневского, ну и некоторые слабительные имеют ее в своем составе. Но, как и любое лекарственное растение, есть и обратная сторона медали. Клещевина обыкновенная, по мнению некоторых ботаников, является одним из самых ядовитых семенных растений. Особенно ядовиты ее семена. Говорят, что употребление двух-трех семян может привести к тяжелым последствиям у детей, взрослая доза – это около десятка. Яд, который содержится в клещевине, поражает клетки печени, почек и легких. Четвертое место мы отдали растению, которое украшает собой почти все цветники и палисадники Ленинградской области. Никогда не догадаетесь – это дельфиниум. Представляете, и этот король цветников – ядовит. Особенно ядовит корень и плоды дельфиниума. Содержание алкалоидов в растении имеет сезонное колебание. Максимум наблюдается в период роста и цветения. Попадая в организм человека, дельфиниум вызывает интоксикацию. По своим симптомам очень похожие на опьянение. Третье место в нашем списке садовых ядовитых растений занимает волчий ягодник или дафна. Растение можно встретить в лесной части нашей области. Крайне редко встречается в садах из-за плохой репутации. Этот кустарник можно назвать первоцветом. Если ранней весной, когда только сошел снег, вы оказались в лесу и увидели цветущий куст, то с уверенностью можно сказать, что это дафна. Однако второе название – волчья лыка или волчий ягодник. Говоря о том, что с этим растением не все так просто. Волчья лыка очень ядовита. Его прелестные красные ягоды могут привести к тяжелым последствиям. Употребление ягод приводит к тяжелому поражению желудка, кишечника и почек, а также слизистой полости горла и рта. И все-таки она прекрасна. Но идем дальше. Вот от кого вы не ожидали такого подвоха, так это от растения, которое занимает второе место в нашем хит-параде. Это гортензия. А именно, от гортензии крупнолистной или садовой такого подвоха ожидать было невозможно. Представляете, она тоже ядовита. Ядовиты почти все части растения, особенно бутоны и соцветия. Отравление вызывает удушье, рвоту, судороги. Говорят, зафиксированы случаи впадения в кому. Страшно? Дальше будет страшнее. Кис занимает первое место в нашем списке. Все части этого растения крайне ядовиты. Все, кроме сочных присемянников. Несмотря на это, не советуем пробовать ягоды этого растения, так как семена тоже содержат яд. Вообще, о полезных ядовитых свойствах тиса можно говорить долго. И мы готовим отдельный выпуск, посвященный этому растению. Но, несмотря на всю неоднозначность этого растения, у нас с вами не такой уж и богатый выбор хвойных. И не только хвойных, которые могут расти, не теряя своей декоративности в тени. Даже пихта, какая бы теневыносливая она ни была, в тени не выглядит привлекательной. И последнее растение, которое мы не могли не упомянуть. Оно у нас получилось гран-при. Это борщевик сосновского. Сейчас сложно себе представить, но изначально этот выход из Кавказа был завезен в европейскую часть России как декоративное растение. И лишь потом его стали выращивать как силосную культуру. Если отстраниться на минуточку и забыть все, что мы знаем о борщевике сосновского, и просто посмотреть на это растение с эстетической точки зрения, невозможно не восхититься этим геркулесом среди многолетних растений. Воистину великан в стороне лилипутов. Я не знаю, какой отклик получит этот ролик. Мы ни в коем случае не хотели вас запугать. Более того, мы хотели добиться несколько обратного эффекта. Ведь при желании можно отравиться чем угодно. Участливцы технической академии нас учили, что в городских посадках не должны присутствовать ядовитые растения. С одной стороны это так, с другой вспомните Европу, где в парках присутствуют тисы и шикарные цветники из гортензии. И я что-то не помню ни грозных предупреждающих табличек, ни дежурящего полицейского или кареты скорой помощи у зарослей с клещевины. Ведь никому в голову не приходит пожевать цветок дельфиниума или полакомиться сочными присемянниками тиса. В своей практике я тоже ни разу не наблюдала людей, вгрызающиеся в корни одного ядовитого растения или пытающиеся собрать килограмм ягод другого. Замучаетесь, собирая. Так почему наши люди так сильно боятся этого? Были наши дети настолько другие? Вряд ли. На этом все. До скорых встреч и всего вам доброго. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на канал. Увидимся. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»